МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиш. В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концовка первой стадии у Гомеля явно не задалась. В последних семи матчах рыси только дважды уходили со льда в ранге победителей. Причем уступали гомельчане своим конкурентам по первой шестерке. Одна из причин такого спада – кадровые проблемы. Череда травм пробила значительную брешь в обороне Гомеля. Так что победа была нужна не только с турнирной, но и с психологической точки зрения. И встреча с Неманом для хозяев началась так, что лучше и не придумаешь. К пятой минуте стартового периода гомельчане выигрывали у соперника 2-0. Евгений Гаранин и Андрей Кулосов отличились результативными бросками. Правда, удержать преимущество не удалось. Еще в первом периоде гродненцы реализовали большинство. Забросил Глеб Клименко. На старте второй и третьей матча Вячеслав Лисичкин счет сравнял. До окончания основного времени команды больше не забивали. Но овертайм гомельчане начинали в большинстве. Буквально на самом финише третьего периода защитник Немана Виталий Марченко за игру высоко поднятой клюшкой получил 4 минуты штрафа. Меньшинство гостей отстояли, однако прошло чуть более 10 секунд после выхода удаленного игрока. Как шайба оказалась в воротах Немана. Гомеле удалась быстрая атака, которую точным броском завершил Павел Волчек. Не так плохо играли в атаке. Единственное, что держали шайбу, но таких особо острых моментов не создавали. Наверное, отсюда и результат, что у нас довольно-таки много было удалений сегодня. А хозяева сыграли очень дисциплинированно, практически без удалений. За исключением двух, которые были, в принципе, в игре 6 и обоюдные. Поэтому более дисциплинированно у нас сыграли. Поэтому не было так много у нас именно голевых уже моментов. Хотя достаточно было возможности для того, чтобы и выиграть этот матч. Но, к сожалению, хозяева оказались на концовке посильнее. Удача сопутствовала сегодня. Субботние матчи сложились для представителей нашего региона. Региона не так удачно. В Жлобине Неман в полной мере реабилитировался за поражение в Гомеле, обыграв Металлург 6-2. Рыси принимали столичную юность. В составе Менчан в этой игре хит-триком отметился Андрей Михнов. Хозяева ответили одной шайбой. Ее автором стал Эдис Брахманис. В турнирной таблице представители Гомельской области замыкают шестерку сильнейших. Гомель расположился на пятой позиции, Металлург на шестой. На этой неделе Металлург и Гомель отправятся на выезд в столичный регион. 8 декабря столевары встретятся с юностью Арыси с солигорским шахтером. 10 декабря Гомель в Молодечно сыграет с местным Динамо. Металлург в солигорске с шахтером. В Минске прошел отборочный турнир чемпионата мира по гандболу 2017 года среди женских команд. Сборная Беларуси последовательно обыграла команды Турции, Швейцарии и Косово. Заняла первое место и примет участие в раунде плей-офф квалификации мирового первенства, который пройдет в июне 2017 года. Отметим, что в составе национальной сборной за путевку в следующий раунд боролись и игроки Гомеля. Валентина Кумпель, Виктория Шимановская и Ирина Дронова. Еще одна гомельчанка Кристина Охраменко, которая также готовилась к матчам-отборам, заявку главного тренера Томужачатора на турнир не попала. И пока женский чемпионат страны в связи с матчами сборной взял паузу, мужской радовал болельщиков принципиальными противостояниями. Самый яркий матч на минувшей неделе состоялся в Гомеле. Наша команда принимала лидера столичный СКА. На игру в Гомель армейцы приехали не в лучшей психологической форме. Поражение французского Сан-Рафаэля в третьем раунде квалификации Кубка ЕГЭ сильно ударило по столичным гонболистам. Тем более, что шансы выйти в групповой этап турнира были довольно высоки. Перед игрой с Гомелем мы прилетели, сделали две хорошие тренировки на развитие физических качеств. Ребята немножко загружены, значит, скажем так, даже, можно сказать, не выдержал подшивала у него микротравма. У Саши по ЦК или конец. Ну, а вообще, наверное, у ребят немножко такой внутренний спад, что они, невзирая на счет, у нас там игра получилась нормальная. Но много просто не забили один на один. И такой сейчас упадок, упадок такой внутреннего состояния. Стоит отметить, что игры Гомеля и СКА никогда не были легкой прогулкой ни для одного из соперников. В нынешнем сезоне гомельчанам пока не удавалось взять очки в поединках со столичными гонболистами. Две встречи, предшествовавшие нынешнему матчу, завершились в пользу СКА. Причем в последнем из них подопечные Сергея Цыганкова уступили всего один мяч. Так что на своей площадке гомельчане вполне могли рассчитывать на то, чтобы зацепить лидера чемпионата. В первом тайме хозяева сначала догоняли, а ближе к концовке вышли вперед. В итоге к перерыву гомельчане вели 17-16. Во втором тайме хозяева не остановились. Преимущество доходило до трех мячей. А вот в концовке матча Гомель подвела короткая скамейка запасных. У главком ОСКА Игоря Попруги выбор исполнителей куда более богатый, чем у его визави Сергея Цыганкова. Армейцы сначала сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. Надо отдать должное гомельчанам. Соперника они далеко не отпускали и в самой концовке имели неплохой шанс на то, чтобы как минимум свести матч к ничейному результату. Однако не хватило совсем чуть-чуть. В итоге гомель минимально уступил 31-32. В составе хозяев 14-ю заброшенными мячами отметился Богдан Сергель. Может немножко сил, может быть собранности, а может всего вместе, не знаю. Наверное, немножко собранности не хватило. Где-то земнули в защите и, так сказать, в концовке получили. Ну, это спорт, это игра. Сергей Цыганков, несмотря на отрицательный исход матча, игрой своих подопечных остался доволен. Ребята отработали сегодня свою лучшую игру в этом чемпионате. Мы выполнили установку, то, что от ребят требовалось. Но, наверное, усталость с концовки и, может быть, у некоторых игроков нехватка мастерства, где-то невезение. И вторая игра подряд, мяч проигрываем, где в равной игре. Поэтому, как бы, предъявить претензии к игрокам я никому не могу. Мы практически пятером отработали сегодня игру. Поэтому ошибки есть, они всегда будут. Ну, команда прогрессирует. По сравнению с сентябрем мы сейчас большой шаг сделали вперед. 17 декабря Гомелю предстоит матч первого этапа розыгрыша Кубка. Странным соперник – столичный Витязь. Встреча пройдет в Гомеле. Ответная игра состоится 23 декабря в Минске. Кстати, гомбалисты Гомеля сумели остановить время. Они приняли участие в популярном интернет-флэш-мобе «Манекен-челлендж». Манекенами спортсмены и тренерский штаб стали прямо во время занятий в тренажерном зале. Видео, на котором время остановилось, появилось на официальном сайте команды. Гомельчанки вписали свои имена в истории белорусского бокса. Виктория Кебикова и Юлия Апанасович вернулись с бронзовыми наградами с чемпионата Европы по боксу, который походил в Болгарии. Ранее на официальных международных стартах представительницы нашей страны никогда не становились призерами. Мы побеседовали с медалистками и их тренером. На континентальный форум, который проходил в Болгарии, в составе национальной команды ездили 4 гомельчанки. Яна Бурим, Галина Бруевич, Юлия Апанасович и Виктория Кебикова. Все воспитанницы одного тренера, Игоря Фигуренко, тренируются в небольшом зале Гомельской Дю США с Киев ГГУ. На чемпионат Европы девушки отправились в ранге лучших в Беларуси. В конце октября в Гомеле прошел чемпионат страны, где спортсменки выиграли золотые медали. Кстати, Гомельская область – лидер в женском боксе. Представительницы нашего региона завоевали на главном старте страны этого года 13 медалей. Шесть из них высшего достоинства. По мнению Игоря Фигуренко, такие успехи – удачное стечение многих обстоятельств. Так сложилось. Были девушки заряженные на вот такую работу. И из единоборств они не только боксом занимались. Поначалу они занимались разными видами спорта, некоторые смежными видами спорта. Кто-то занимался каратэ, кто-то занимался кикбоксингом, тайским боксом. То есть это почти то же самое, все техника рук. Поэтому было легче так. По словам Игоря Фигуренко, на чемпионат Европы ехали за четырьмя медалями. Однако не сложилось. В первом же раунде Галина Бруевич получила повреждения и не смогла выступить в полную силу. Немного не хватило и Яни Бури. А вот Юлия Апанасович и Виктория Кебикова смогли добраться до пьедестала. В весовой категории до 81 килограмма, где выступала Виктория, заявились семь спортсменок. В полуфинал белорусска попала без боя. Россиянка Любовь Юсупова, с которой в четвертьфинале свел жребий Викторию, отказалась выходить на ринг. В полуфинале соперницей была венгерка Петра Шатмарин. В равном поединке судьи присудили победу спортсменки из Венгрии. За выход в финал я проиграла венгерке с равным счетом. 38-38 у нас было. Здесь все судьи дали нам равный счет. Но по преимуществу победу отдали ей. Обидно было. Но это уже прошлое. Поэтому будем жить настоящим, тренироваться и в следующий раз побеждать. А цели у шестикратной чемпионки Беларуси самые амбициозные. Впереди новый олимпийский цикл и, как его итог, возможность поехать в Токио в 2020 году. Единственный минус – отсутствие конкурентов на внутренней арене. Девушек в ее весовой категории не так много и хороших спарринг-партнеров не достает. Так что на помощь приходят парни. Очень-очень мало народа, поэтому даже с кем-то побоксировать, матчевые встречи – это проблематично, так как практически нет народа. Нужно выезжать за рубеж. Стоим с парнями, стоим на тренировках и в спаррингах, и в условновольных. Стоим с мальчиками, конечно, они и скоростнее, и удар у них посильнее, и с синяками мы ходим. Все бывает. Но хотелось бы, чтобы еще и были девочки, с которыми можно было бы стоять в твоей же весовой категории. Юлия Панасович в ринге более трех лет. Говорит, пришла с подругами за компанию и осталась. Ее путь к медали чемпионата Европы был длиннее. В категории до 57 килограммов награды оспаривали 15 спортсменок. В одной восьмой финала Юлия была сильнее венгерки Корнелии Китти Наги. В четвертьфинале сломила сопротивление англичанки Рейвен Чапмен. А вот в полуфинале турчанка Сати Бурчо оказалась не по зубам белорусским. Бронзовый успех чемпионата Европы – закономерный результат тяжелого труда. Тяжело, конечно, было. Три тренировки в день. Ну, помогали. И управление спортом материально тоже на сборы ставили. И родные, близкие помогают. Тренер – это как бы маленький шаг к мечте моей – стать олимпийской чемпионкой. Успех на чемпионате Европы позволил девушкам выполнить норматив мастера спорта международного класса. Кроме того, они вошли в историю белорусского женского бокса. Девушки надеются, что их успех мотивирует других девчонок усердно работать и, вопреки существующим предрассудкам, добиваться высоких результатов. В таком, на первый взгляд, неженском виде спорта, как бокс. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова